Седьмые Архангела Михайловские епархиальные международные образовательные чтения прошли в Выборгской епархии. Форум является региональным этапом 28-х международных рождественских образовательных чтений «Великая победа. Наследие и наследники». Тема, выбранная для обсуждения в этом году, связана с празднованием 75-летия Великой Победы. «Память о Великой Отечественной войне для нашей страны – это живая память народов, каждой семьи, каждого человека», – открыл чтение епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. «Как никто, наша страна проходила через тяжелые испытания. И именно наша страна стала страной-освободительницей, страной, сокрушившей страшный ужас, который мог, да уже практически не мог, а уже практически покрыл земной шар». Владыка напомнила слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва. «Память противостоит уничтожающей силе времени. Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти». «Что такое война? Это зло. И если зло о зле мы не будем помнить, то это зло может проектироваться и водворяться в человеческих душах. Ведь история знает множество примеров, когда тяжелые годы лихолетия отзывались на человеческом сердце. И вот эта память, память о наших победах, о наших горестях, она должна быть всегда. Ибо через напоминание мы тем самым бросаем вызов злу в нашей жизни. Тем самым мы говорим о том, что это может повториться. Особенно тем, кто сегодня пропагандирует, кто сегодня призывает к баррикадам, кто сегодня призывает к каким-то свершениям. Вот, чтобы самое главное в человеческом сердце не просто памятного не оставалось, а самое главное, чтобы реально, критически можно было относиться к таким вызовам. И можно было с гордостью отвечать. Мы люди, мы русские люди, мы победили. Мы спасли и Европу, и многие-многие страны. И мы достойно должны нести вот это знамя победы сегодня в жизнь». В дискуссии принял участие настоятель храма и иконы Божьей Матери «Вся скорбящих радость» в Санкт-Петербурге, партерей Вячеслав Харинов, который много лет занимается поисковой работой в Ленинградской области. «Воюют не машинами, не обмундированием, не технологиями, а воюют духом. Вот этот дух, конечно, он очень важен, и этот дух мы должны сохранять. Это тоже наследие, с которым мы должны считаться». «Любовь к отеческим гробам» возгласил еще наш великий поэт. И это то, что, собственно, и питает патриотическое чувство. Если мы хотим оставаться россиянами, мы должны помнить эту войну, которую неизменно называем войной великой». Форум завершился выступлением детско-юношеского хора «София» храма спаса нерукатурного образа на Дороге жизни города Всеворска. Храма спаса нерукатурного образа на Дороге жизни города Всеворска. Храма спасается нерукатурного образа на Дороге жизни города Всеворска. Храма спаса нерукатурного образа на Дороге жизни года,